Приветствую вас, я думаю, что уместно было бы поднять вопрос о том, значим для вас, ваш молодой человек, насколько сильна его значимость, вот, для вас. Потому что два месяца срок крайне небольшой, для того, чтобы можно было, например, привязаться к мужчине, и здесь имеет место быть либо ваша неопределенность дальше, то есть вы боитесь, что вот вы расстанетесь, и что вы будете делать дальше, то есть это такое некое подвешенное состояние. Либо речь идет о том, что вы боитесь, что из-за вас будет кто-то страдать, в силу завышенного чувства ответственности, то есть отсутствия как таковых личных границ, вот, который важен в случае, может иметь место быть по причине усиленного чувства вины, чувства долга, чувства вины. Если это так, то в первую очередь нужно освободиться вам от чувства вины, которое мешает вам сейчас. И освободившись от чувства вины, а оно идет из детства и, как правило, представляет из себя невыраженную агрессию по отношению к тем, кто вызвал у вас чувства вины. Как правило, речь идет о родителях, ну или о просто значимых фигурах. Значит, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Соответственно, с этим можно и нужно работать. С другой стороны, есть некая потребность в нём для вас. То есть, вот, если вы говорите, что один день он вам нравится, один день бесит, то речь идёт о том, что вы хотите от него для себя. Вот, какие желания связаны с этим. И, соответственно, возможно, понадобится раскрыть эти самые желания и взять за них ответственность. С тем, чтобы самостоятельно реализовать и не быть зависимой в этом контексте от мужчин. Вообще, скажу, складывается такое ощущение, что вы зависимы. Вот. Не совсем только понятно, из чего ваша зависимость, условно говоря, ну, проистекает. Вот. То есть, она проистекает либо только из чувства вины, вот, либо и в том числе из... Потребности. Вот. Ваших потребностей. Соответственно, с этим и нужно работать. Как раз таки раскрыть. И вот. Тогда. Тогда. У вас как раз таки появится возможность в ситуацию направить в такое вот позитивное, конструктивное русло. Вот. Пока все выглядит так, что вы очень не свободны. Не менее важный момент является то, что обнажение вас, как вы говорите, подавляет. И это тоже очень важная история. Чем они вас тягачат? Конкретно даже. Чем? С этим, мне кажется, так же нужно работать. Вот. Вот. Примерно. Так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Давайте. Давайте. Сейчас. Пройдемся еще раз по вашему тексту. Итак. Я поняла, что не хочу продолжать отношения с молодым человеком. Ага. Мы встречали два месяца, и я поняла, что не вижу будущего с ним. О каком будущем идет речь. Конкретно. Это нормально, что будущего вы можете с кем-то не видеть. Потому что будущее для каждого свое. Вот. И тот факт, что вы с человеком не видите будущего, не означает, что у вас с ним может ничего не получиться. Скорее наоборот. Получиться вполне себе может, если только свое будущее вы будете отделять от его будущего. Например. Это очень важный момент при построении отношений. Вместе с тем, он поднимает вопрос о том, так же, насколько вы себя чувствуете определенный и защищенный вообще по жизни без человека. Ну, я имею ввиду без молодого человека. Вот. Это, на мой взгляд, очень важная история. Если вы, к примеру, в себе не уверены, если вы, к примеру, чувствуете неопределенность, если вам, к примеру, молодой человек для чего-то нужен, то это тоже является фактором, который вас удерживает рядом с ним. Вот. Понимаете? Таким образом, для ответа на вопрос, который вы задаете, да, то есть, по сути, вот, вы пишете, значит, как мне закончить отношения. Для ответа нужно разобрать все эти известные факты. Моя проблема в том, что я не могу ему сказать об этом. Почему? Прежде всего, он питает ко мне очень сильные чувства. И что? Я не могу ответить ему взаимностью. И это нормально. Или вы так не считаете? Но время думая о том, как ему будет больно от моих слов. Почему вы думаете о том, как будет больно и больно ему? Что это означает, пока, по вашему мнению? Вот что, по вашему мнению, значит, если человеку боль больно? Что, по вашему мнению, значит? Считаете ли вы, что боль – это плохо? Ну, например, вот, считаете ли вы, что боль молодого человека – это плохо? Если вы так считаете, то считаете ли вы то же самое актуальным и для себя? Если вы считаете то же самое актуальным для себя, то возникает вопрос, а как вы получаете опыт? Ведь опыт постигается только через боль. Как бы там ни было. Получается, что вы, по сути, запрещаете мужчине получать новый опыт. Получается развиваться. Вот, и спросите себя, а не то же ли самое вы делаете по отношению к себе? Что плохого в том, что мужчина испытает боль? Он просто поймет, что так бывает в жизни. Он поймет, что и такое случается, и это нормально. Да, ему будет нелегко, но он это переживет, и пойдет жить, и пойдет дальше. И станет более зрелой личностью, и станет более опытной личностью. Но вы, вы такое впечатление, что этого не признаете. И возникает вопрос, почему вы этого не признаете? С чем это связано, что вы этого не признаете? Связано это, как правило, с вашими представлениями же о боли. Если у вас боль ассоциируется с чем-то негативным, если боль ассоциируется у вас с тем, чего быть в принципе не должно, что вот. В этом и заключается ваша ключевая трудность. И тогда нужно корректировать отношение именно к боли. Дальше. Как он будет страдать? То же самое. Месяц назад я уже сказал ему о том, что нам нужно расстаться, но потом сама же возобновила отношение. Я даже не знаю причину. Я все время думаю о том, что он будет страдать, что он грустит, как ему будет плохо. Да, но какое вам до этого дело? Почему вас это так волнует? А он не будет страдать, если вы будете, к примеру, с ним, допустим, не совсем искренне. Например, вот как вы это делаете сейчас. А он не будет страдать, если почувствует, что отношения с вами, мягко говоря, далеки от честности, далеки от определенности и так далее. В этом случае страдать молодой человек, по вашему мнению, не будет? Дальше. Он мне каждый день говорит, что я его счастье, самая лучшая девочка на земле, любима. Любима. И как вы к этому относитесь? Эти отношения меня тяготят. А я не могу их разорвать. Чем тяготят? Я очень много думал об этом и поняла, что в какой-то двойственной ситуации один день мне нравится, пародин откровенно бессердбес и всё в нём, его комплименты, его сообщения так постоянно. Я сама не понимаю, что хочу или я быть с ним, как мне закончить эти отношения, как Кристина. Но если вы не понимаете, хотите вы с ним быть или нет, то на мой взгляд, совершенно логичным было бы определиться с тем, чего вы всё-таки хотите. И уже потом решать, заканчивать отношения или нет. А то получается странно. Вы говорите, я не сама не понимаю, хочу ли я с ним быть. И говорите, как закончить эти отношения. То есть это противоречие. Вы хотите закончить отношения, но при этом не знаете, хотите ли быть с ним. И я думаю, что разобраться с теми факторами, которые я озвучил ранее, необходимо для того, чтобы вам по-вам принять решение. Чтобы более ясно понимать, что вы хотите, что для вас важно и что вы, собственно говоря, чувствуете. Но по своему опыту я могу сказать следующее. Опираюсь на опыт и знания. Я могу сказать следующее. Любовь, если это любовь. Она всегда направлена на человека. Вот. Любовь всегда направлена на партнёра. Всегда. Но если это не любовь, то это направлено на вас. И таким образом получается, что вы пытаетесь решить некие свои конфликты. А в этом нет как такового ничего плохого в том, что вы хотите, ну, свои конфликты решить. Ну, во-первых, их нужно увидеть и взять за них личную ответственность. Потому что в противном случае вы всегда будете зависеть от не этого, так и другого человека. Так или иначе. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ситуация разрешится. Если же нет, то мы готовы вам в этом помочь. До свидания. Продолжение следует...